Приветствую всех вас на моем канале. Если вы думаете, что микроволновая печь это очень сложное и хитрое устройство, то вы глубоко заблуждаетесь. Обладая небольшими познаниями в электротехнике, вы сможете самостоятельно у себя дома сделать самую настоящую микроволновку. И я вам сейчас покажу, как это сделать. Это очень просто. Можете мне не верить. Чтобы самому сделать микроволновку, нам понадобится нож, ножницы, зеленая изолента, пассатижи, ну и конечно для начала нам потребуется сетевой шнур. Иначе мы не сможем нашу микроволновку включить в розетку. Но далее нам потребуется совсем немного деталей. Да, я подчеркиваю, совсем немного деталей. Так как микроволновка штука высоковольтная, нам потребуется высоковольтный конденсатор. Причем емкостью всего лишь в одну микрофараду. Желательно, чтобы он был именно вот такой, потому как в этом конденсаторе внутри находится очень мегаомный резистор, который его разряжает. Но кроме конденсатора нам потребуется еще одна немаловажная деталь. Без мощного трансформатора соотношением трансформации 1 к 10 нам не обойтись. И вот такой вот довольно мощный, тяжелый и высоковольтный трансформатор, именно с высоковольтной обмоткой, которая заделана изоляционным материалом специально, нам конечно же не обойтись. Но это же всего лишь трансформатор, поэтому имея конденсатор, трансформатор и сетевой шнур, мы можем приступать к дальнейшим подборам деталей. Очень немаловажной частью любых электронных схем являются диоды. И в данном случае нам конечно же пригодится вот такой вот высоковольтный выпрямительный диод, рассчитанный на ток в 1 ампер. Этот диод надо аккуратно присоединить к нашему высоковольтному трансформатору. Делаем это вот так вот, последовательно. Диод и вот такой вот конденсатор, а потом уже к нему вот такой вот трансформатор. Мы соединили всего лишь три детали и у нас почти все готово для того, чтобы сделать микроволновую печь. Сетевой шнур, снабженный вилочкой для розеточки, мы подключаем к вот этим вот клеммам, потому что именно они должны подключаться в бытовую сеть 220 вольт. Желательно сделать пайпу, а если вы просто примотали провода, то конечно с помощью изоленты желательно эти соединения заизолировать. Имейте это в виду. Но одних только этих деталей нам будет немножечко недостаточно, ведь трансформатор, который повышает напряжение, идущее от розетки в 10 раз и получается 2200 вольт. Еще у нас есть диод, на котором основан выпрямитель и с этим конденсатором. То есть у нас есть повышающий преобразователь и преобразователь, преобразующий. Переменное напряжение выпрямленное, и причем очень высокое, более чем 2000 вольт. К этому, по сути дела, высоковольтному блоку питания нам надо подсоединить всего лишь одну небольшую деталь. Хотя по размеру эта деталь весьма велика. Это лампа-магнетрон, и несмотря на то, что у этой лампы нету стекол нигде, она вся металлическая, это самый настоящий обыкновенный магнетрон, и это монолитная деталь, которая в себе ничего более сложного не содержит. Там есть постоянные магниты, есть вот такой вот радиатор, и есть вот такой вот замечательный разъем, для того, чтобы мы могли подключить все к нашему выпрямителю. Итак, у нас готова, да, действительно, у нас готова микроволновая печь, и мы можем ее даже запустить и включить в розетку, чего я вам не рекомендую. А дело все в том, что, несмотря на кажущуюся простоту, это устройство обладает, во-первых, очень высоким напряжением, которое скапливается на этом конденсаторе, и мало того, когда начинает работать этот трансформатор, этот выпрямитель, и вот эта вот лампа, которая называется магнетрон, именно отсюда начинает происходить очень высокочастотное 2,450 МГц излучение, которое и разогревает воду, раскаляет металл и может вас увредить. Причем увредиться вы можете настолько, что даже умрете. И хотя в интернете наверняка вы видели клоунов, которые делают из вот таких вот магнетронов настоящие магнетронные пушки, и зажигают ими корабли, самолеты и автомобили, на самом деле это все брехня. Магнетрон опасен, но на не очень большом расстоянии. И хотя он является СВЧ-передатчиком и СВЧ-излучателем, он может на расстоянии в 2-3 метра, конечно же, воздействовать на любые металлические предметы, в том числе и на человека, если человек, конечно же, не деревянный. Ну а если, конечно, человек тупой и деревянный, как Буратино, то микроволновая печь ему нисколько не повредит. Поэтому Буратино может собирать вот такие вот микроволновые вещи, печь и совать в розетку эту вилочку и даже два пальца. Но опять-таки повторяю, это только для тех, кто чувствует себя Буратино. Ну а если вы нормальный человек, вы просто улыбнетесь, посмеетесь и возьмете себе на ус, что да, действительно, микроволновая печь, несмотря на всю свою как бы загадочность, она простая штука. Но при этом делать ее дома не стоит никому.